Всем привет! С вами Изирель и вы на моём канале. Давно не было у меня подобных видео и все, конечно, понимают, какая сейчас обстановка в мире. Уже второй месяц идёт война в Украине и для меня это всё достаточно тяжело и переживательно. Но я заставляю себя делать какие-то конструктивные вещи и возвращаться вообще к тому, что я делала и чем жила до войны. Настроение, несмотря на то, что тяжёлое. Тем не менее, я сегодня попытаюсь сделать видео-реакцию на новую песню «Flor Jansen» «Fire», которая вышла 25 марта. Не буду долго ничего томить. Текст я уже прочитала, лирику знаю, перевод посмотрела. Эту песню мне попросила сделать реакцию, мой хороший друг. Что ж, посмотрим. Так, поехали. ПОДПИСМЕНТОЕ побежали честно говоря ну такой текст не знаю он мне кажется подходит под многие ситуации но в контексте сегодняшнего времени и сегодняшней ситуации никак по-другому он восприниматься не может сайл да сэрлайт Субтитры делал DimaTorzok Невероятно сейчас такая лиричность, с одной стороны нежный ее голос достаточно высокий, с другой стороны мы понимаем, что огонь и вот это прорывание через тишину для меня это сейчас имеет большое значение, потому что много людей сейчас либо молчат, либо наоборот не молчат, как раз прорываясь через то, что происходит на информационном поле. Несмотря на то, что для всего мира абсолютно однозначно та ситуация с войной на Украине, которая происходит, тем не менее в России и отчасти на Украине идет просто жесточайшая информационная борьба, потому что путинская пропаганда промыла мозги, к сожалению, очень многим. И многие люди действительно радуются этой войне и поддерживают ее всячески. Меня это лично тяжело ранит, скажем так, потому что я все такие ситуации воспринимаю крайне близко к сердцу. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как на рок-концертах, да? Но мощь от этого не убирается, мне кажется, даже наоборот. То, что она практически везде в статичных позах или за рулем, наоборот, это придает на фоне текста и смысла какой-то дополнительный нерв, скажем так. Дополнительное напряжение. Конечно, мне безумно приятно видеть, я не знаю для чего, но видеть там лошадь, на которой нет ни всадника, ни уздечки, ни даже недоустка. Мне это приятно. И честно, я не могу не соотносить смысл этой песни и смысл текста с нынешней ситуацией вокруг войны, потому что ни о чем другом у меня сейчас практически не получается думать. И это прям, прям вот в самое сердце, попадание прямо в самое сердце. И спасибо, Флор. Я даже не знаю, что еще добавить, честно говоря. Я понимаю, что среди русских, украинцев многие говорят, мол, хватит молчать, перестаньте молчать, неужели вы не видите, что за ситуация. Ну, на самом деле, те, кто молчат, я могу их понять. То есть они либо просто настолько сильно переживают, что вообще не могут ничего говорить совершенно. Либо они не понимают, где что, где кто, и просто боятся. Куда страшнее, когда люди пропагандируют войну, пропагандируют некое освобождение Украины от нацистов и фашистов. Вот это страшно. И когда мне говорят, что Россия самая мирная страна, и она завершает войны, мне, честно говоря, страшно это слышать от друзей, ну, или знакомых, да. Прям совсем-совсем в друзьях у меня таких людей нет, но знакомые есть, и это страшно. Я думаю, все, на этом мои слова закончились. Увидимся когда-нибудь. Обязательно. Берегите себя, берегите близких, и пусть это будет последняя война на планете Земля. Берегите себя, 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 Продолжение следует...